Ничего не знали, а сколько назад? Мир вам. Миром. С миром играйте тихо. Добрый день. Добрый день. Добрый вечер. Сережа, жалобы отовсюду идут, что меня не слышно, голос мой не слышно. А я дома слушаю нормально. Мы здесь вас слышим тоже нормально. Ты проверь, посмотри в чем дело, это прям такие жалобы идут. Совсем, говорит, голоса не слышно вашего. Других слышно, а меня нет. Ну это и понятно почему. Почему? Ну, враг рода человеческого, что там, действует. Жалуются те, кто занимается. Я так понимаю, да? Говорите громче, значит. Да вот я и говорю, что жалуются, что меня не слышно. Голоса, говорит, нету, говорит. Сидим, говорит. Видно, что губами-то шевелите, а ничего нету. Я вот себя проверил уже тут, которая в интернете стоит. Вот эта запись, хорошая. Хорошая. У меня слышно, а у других нет. Почему так? Ну, написано, имеющие уши, да, услышат. Может, там что-то у них с ушами. Если мы вас слышим, вы себя слышите, я не знаю. Ну, а как же так-то? Это... Не знаю, люди-то обижаются. Ну, обиды нехричны. К воду возят, нехричны, я скажу. Ну, я просто сказал тебе, ты обрати на это внимание. Может, что-то там подкрутить надо, громкость какую-нибудь. Да, я зачем подкрутить. Если вы свое проверили, все нормально у вас. Да, именно так. Нормально не просто, которое я снимаю ролик. Вы себя подкручивают, вы всем говорите, у себя подкрутите настройки. Громкость на полностью сделайте. Там вот есть... Где его тут сделают? Никита... Нет, не вам. Те, кто вас плохо слышат, надо динамики добавить. Сейчас придут они, что-то там пришли пол мыть в храме и пошли воду греть. Я даже не знаю, где тут добавлять. Да не вам нужно добавить. У вас все добавлено. У меня до конца. По-самому, я понимаю. Им нужно добавить звук. Ну, все, ладно, все, снимай тогда. Раз. Давай, а забудь про меня, говорите там. Сейчас тут где-то двое тут что-то мне написали. Вы не забывайте, что я вам говорил в воскресенье. А, вот это, знаете что, у Юли версия. Может, это из-за автозаписи не слышно. У меня тоже такое бывает, когда я смотрю ролики на ютубе. Если вашу автозапись отключить, автозапись. Ну, еще тогда у меня будет, у меня вообще ничего нет. Вас тогда услышат, но записи не будет. Из-за автозаписи. Никак не могу. Не знаю. Я автозапись... Так у меня-то съемки не будет, оно погаснет все. Да я не знаю, как отключать, не буду. А, это у Игнатихна, да, что-то? У него же автозапись стоит. Он как бы... А у тебя тут запись есть? Да я и ни разу не пользовался. Нет, 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 ладно тогда. Может продублироваться тогда и Сергеев записывать? На всякий случай. А как я дублирую? Никого нет, я один дома. Сергеев здесь записывать еще. Ну, надо записывать. Вы же себе записываете занятия. А если Сергею еще записать? Ну, давай, давай, записывайте там, потом мне отдадите. Правильно. Ладно, не задерживайте, давайте, время идет. Надежда Васильевна звонит. Ну, что, заняться я нечем, что ли? Сейчас. Она могла бы сюда прийти. Не надо много, там вы много берете, потом она выключается и не видать людей. Больше десяти не бери. А вот лучше Игнать Тихонович говорит, лучше вот к нему придите и все, а то и народу много. Ну, правильно, правильно, конечно. За десять и пять. Пускай идет, если недалеко. Она там с девчонка попадется. Сейчас попробую, пока мало народу. Сейчас подключу. А, ну, малышку с собой взять. Ну, все, я вас подключил. Да, малышка. Все, я подключил. Ну, ладно, давай. Девчонка, не надо, конечно. Правильно. Ну, что, все? Молимся. Песня. 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 совластью выделено это жирным и подчеркнуто Галатам 1.1 Павел апостол избранный не человеками и не через человека но и Иисусом Христом и Богом Отцом воскресившим его из мертвых это в том отношении что не человек призвал его и обратил рукополагали не так как дьяконов но возложили на них руки после предварительного поста и молитвы так что из этого можно заключить что и Варнава и Павел через такое рукоположение получили высшую и иерахарическую степень чем дьяконская в селевке они не останавливаются зная что жители ее могли стяжать много пользы от соседнего с нею города а спешат исполнить неотложное удивительно в проконсуле то что он быв ранее увлечен уже магией волхва пожелал послушать апостолов но обрати внимание и на волхва когда апостолы проповедовали прочим людям он не очень негодовал вознегодовал же особенно тогда когда они пришли к проконсулу у кого какие обратить внимание хотел что возлагают руки то есть хиратонию хиратонисан делают избирают людей на дальше на поприще служения церкви божией тех которые себя зарекомендовали уже проповедниками ну вот если взять сегодняшнюю нашу любую церковь то такого уже наверное не просто давно не было наверное с тех времен и не было такого чтобы так людей выбирали и уже точно не ошибались потому что все эти люди о которых говорится дальше они или мученически закончили свою жизнь на пути проповедания ну или же проповедовали до конца дней своих вот я хотел что-то сказать с миром вячеслав вот относительно вот этого елема волхва да то есть даже он уже вот обратить внимание надо уже был увлечен вот этим вот ложным вот этим скажем учением или как это можно назвать однако же он захотел послушать учение да вот что удивительно но проповедь так действует на людей да ну как видимо до проповеди если б он был с волхом то это он раньше видать не слышал значит он бы раньше отошел бы уже от этого ухвата от этого пожелал услышать слово божие сергий павел муж разумный который ликшался с этим с проконсулом нет с волхвом он сам проконсул сергий павел а сергий павел да да не так да ошибся ну всегда же такие люди есть ну вот как вот взять даже распутина ну будем говорить так что там черной магии у него не было ничего но были и вот такие такой талант у него что за голову останавливалась кровь когда он молился но не заговаривал молился говорят прям и иконы были там все и становился на колени обращался к иисусу христу богу и кровь останавливалась у этого царевича алексея ну а теперь взять волхвов настоящих мы в житиях цветы читаем они всегда сильными мира сего были и как и сейчас сильные мира сего любят вот наше священство ну возьми нашего патриарха как день рождения Путин вам цветы ему дарит руку там жмет и так далее везде приглашают на все праздники ну и не только потому что они верующие а потому что на всякий случай все думают это только один ленин был такой странный на остальные то все рядом всегда стоят вдруг как у жрецов что-то получится какое-то волшебство им будет хорошо править вопросы есть по этому отрывку если нет то идем тогда дальше ну может быть комментарии мысли я вот так вот выделены слова чтобы проповедовать со властью что ты вот тут мечтаешь дальше послушать апостолов апостолы проповедовали что это выделены Игнатием Тихоновичем что вот они выделены ты вот вопрос задавай ему он же вот гляди и сидит у нас здесь да вопрос почему вы выделили эти слова да ну и понятно он все время обращает внимание на проповедь что нет проповеди в храмах и все комментарии направлены ну давай вы послушали Игнатия Тихоновича ты понятно ты молодец ну вот он давай что скажет он же живой живой ну все зачем выделили эти слова проповедовать со властью о власти нам раскрыти пожалуйста комментарии даются только на места где блаженный апостолах говорит о Евангелии о Священном Писании и о проповеди я их выделяю чтобы ты обратил внимание а дальше тебе какой реестр то где проповедовать как проповедовать в какое время ты дальше сам уже и думай но главное что блаженный апостолах это очень хорошо понимал вот в этом направлении и думай если ничего больше не сказано значит это ты должен сам додуматься уже по своей жизни посмотреть это мы понимаем что должны сами он и сказал про это Сергий но так как вы тут с нами ну и слава богу вот мы хотели бы чтобы вы как бы краткий комментарий вот сюда тоже немножко приложили ну небольшой именно проповеди со властью чем вот хиротонствующие выше чем дьяконы то у них что значит проповедовать со властью и проповедовать без власти ну просто так проповедовать одно дело они были в дьяконы рукоположены а эти видать в епископы уже что это за власть епископская это такая которая относится в деле проповеди вопрос задан ответа не будет а Игнать Тихонович да какой ответ то когда тут все понятно надо пользоваться любой возможностью говорить о боге тут недавно в газете летом я еще читал воспоминания одного большого человека он какой-то генерал или кто теперь а он работает в министерстве иностранных дел и он говорит у нас большая была дружба с Гундяевым с Кириллом он очень высокоразвитый говорит человек такой обходительный ну все вспоминает а его у него который берет интервью то и спрашивает как раз это как-то относилось к патриарху то ну и в конце спрашивает ну вот вы встречались ездили там даже в горы на лыжах ну а боги то говорили хотя бы о боги нет никогда ну вот и все значит и обладать можно огромными талантами всем понравится и в одне вечности оказаться совершенно бесполезным а Ярл Пестия когда проповедует Ярл Николаевич говорит я выходил ну то на лужайке один пас корову свою ну я с ним познакомился раз другой поговорил и думаю вот уже все он готов принять я завтра все ему расскажу и вышел коровы нету его нету я постоял один мужик идет я говорю а вы не знаете тут корову пас да знаю говорит я он ночью умер я себе простить никогда не могу я ходил теперь каждый раз иду на этот луг зайду и говорю что я наделал как я опоздал я не хочу слезы сами появляются как с меня бог спросит у нас такие добрые были отношения видно дедушка хороший там все рассказывает ну задушевный ну почему я сегодня не сказал все подготавливал а подготавливать уже и подготовила никого нету вот это надо помнить ты встретился один раз ну успеем засвидетельствовать а остальное дальше будет видно как а мы думаем как будет завтра что обо мне люди подумают хорошо или не хорошо у нас какие примеры Павел только подошел и противник есть вот что интересно в этом моменте почему он Павлом стал называть это считается вот с этого момента вот здесь какую роль этот проконсул в жизни его сыграл не знаю но считается что имя свое он взял от него вот и все интересно так хочу послушать апостолов все таки о власти так ну со властью понятно я не понял я не понял ну так это Игнатий Ильич вы говорили что это вот проповедовать как раз со властью да чтобы талант настоящей веры он как бы излился из человека да уже в виде проповеди то есть слов о Христе к другим людям вы об этом имеете ввиду то что патриарха благовестия мы не услышим это понятно уже но может быть перед смертью дело не в патриархе дело в том что человек большого ума хорошие отношения тот работает в представительстве иностранных дел в Швейцарии ну просто можно было но говорит никогда ни разу о Боге мы не рассуждали поэтому он хорошим казался а начни говорить правду то что с тобой дальше будет ну вот я вспоминаю притча 16 глава Евангелия от Луки когда богач в аду был мучился ну вот если бы все таки Авраам походатайствовал да и какой то мощи Елисеевы там нашлись бы коснулись и он бы воскрес но при одном условии ты будешь жить так как апостол Павел одеваться так же будешь ходить пешком будешь и только проповедовать согласен ты или не согласен у тебя выбора то нет не согласен значит будешь лежать дальше тебя черви будет грызть а если согласен значит сейчас ты выходишь и больше домой даже не являешься но ты будешь видеть солнце ходить по земле обедать будешь радоваться согласен я это так подумал когда у нас в городе тут мэр был города Баварин Владимир Николаевич он помог мне вот с домом во всем когда я выиграл ну никак не движется с места он хороший был ну я так воображал вот если бы он воскрес и сказали вот оденься так же в сапоги так же в такой заплаты на бытие иди пошел бы он или нет он бывший портор мэр в десятку лучших мэров в россию входил я думаю выбор то такой сделал бы вот Петр Афонский он попал в плен ну плен какой посмотрите как в афганистане обращались с советскими солдатами советские еще были ну и он там терпел терпел и взмолился господи да если бы я был свободный ну я бы всю жизнь за тебя посвятил но как посвятить то у людей только одно было принять монашество и ночью явился Николыч чудотворец и вывел его и он ушел в горах один подвязался случайно один его охотник только нашел и что интересно к нему были видения приходят родственники и говорят ну что ты сидишь здесь то мы все неверующие ну приди расскажи нам о Христе мы никто не знает ни соседей нет ни книг ничего но мы слышали был такой Христос ты же знаешь что ты сидишь тут о это наваждение от сатаны ему сколько раз такие видения были он так и не вышел вот где на проповедь зовут его видение это от сатаны а вот сидеть ни видения никакого нету сам принял на себя это и всю жизнь там просидел в горах один ну научился ну как Робинзон Крузо что то там выращивать есть и все а то от кого идет то да мы на этом то стоим вся страна на этом стоит то могло быть по другому то если бы таких волхвов то сколько было почему Кашпировска никто не обратил Джуну никто не обратил почему а сейчас печатают что к ней ходил там и патриарх и и прочее там у ней сеансы брали так или не так но она зналась верхами я бы видел фотографию комсомольской правды это Джуна присыпляет орден посвящение написано в масоны Бориса Николаевича Ельцина ей доверили главной ведьме и какая то газета комсомольская правда ее не верить нельзя это не шарш вот так перед ним волх но он с волхом с волхом расправился то каким он тоном говорил у нас сегодня интонацию ловит как сказать вот какой он шептун есть допустим он так же хочет что и ты так же говорил ну я не могу так я могу говорить так я просто чувствую что другой результат будет а для всех сделать совсем как это разве об этом речь идет я должен для шептунов шептуном быть апостола Павла голос всегда был я думаю один и тот же как ярл пестик как говорит отошел ну недалеко отходите ну вот здесь написано что хиротония была духом святым для того чтобы он проповедовал совластью мне непонятно что такое проповедовать совластью и и для чего нужна хиротония что это за проповедь совластью и те которые которых не рукополагали обыкновенно они же тоже проповедники они значит без власти проповедуют и что это за власть и зачем она нужна и вот ну еще хочу сказать совластью это и чудеса тоже делаются делаются вот все что Господь Иисус Христос заповедал проповедующим делать которые пойдут в мир сей нести слово его там все это написано и змеи и бесов изгонять и мертвых воскрешать все что делали апостолы до этого семьдесят двенадцать апостолов семьдесят апостолов это проповедование совластью ну а для нас сейчас проповедование совластью я так понял вот Игната Игнача ну и в принципе наверное действительно верно чудеса эти уже как бы отошли потому что все знают о Христе кого не не коснись идти и быть верующим чтобы проповедовать совластью чтобы никто тебе под язык не подложил пленку сатанинскую для этого ты должен быть знать духом святым естественно тебе дано будет знание священного писания и нового завета и ветхого завета чтобы все это стройно складывалось в картину толкования православного учения по златоусту по эфилакту чтобы святые отцы которые в предании тоже у нас здесь участие принимают чтобы из контекста у них ничего не вырывать как это любят сегодняшние православные и про войну там найдут стрекороба и про клятву найдут чтобы все это стройно складывалось вот процесс домостроительства Дома Божьего который и сейчас продолжается так я немного добавлю здесь власть одна которую человек думает что имеет она ни в чем не выражается другая власть которая людям передается они сразу начинают слушать вот кондуктор же простой в трамвае в автобусе любой пройди говори те же слова ничего не будет у нее сумка висит на груди и видно что у нее билетики есть она говорит приготовьте билеты для проверки все зашуршали полезли был такой он очень малоизвестный как будто но он почитаемый Спиридон Тримефунский он заходит в храм а диакона обычно ставят такие ну как репи нарисовал дьякона написал рев зев и лупоглазие три слова подписал ну вот он стоит такой рев зев как он рукой орорем там махнет и аксиос там что там он кричит то еще спала эти деспота ну и видно а он его понял что он красуется своим голосом он кричит что ты орешь то Спиридон то что бы я тебя не слышал и он ничего и после этого был шепотом говорил диакон то голос исчез а ему больные там говорят вот надо днем отдыхать мы больные ну ласточек столько этот барабаш развел в сарай в сарай пшенист это у него сорок гнезд ну до того щебещут даже поговорить нельзя с медсестрой то он подошел ласточки что больше я вас не слышал то и они все перестали петь больше не пели никогда вот это со властью власть эту надо иметь от бога вот один кричит там бьет стучит по столу кулаком ничего нет а другой вышел спокойно сказал словы и все замерли как говорит Ева правильно я говорит заговорю а они не верят а они не верят все замолкло вокруг Сталин какой был одно слово скажет война уже идет братья и сестры все замерло там у репродукторов почему власть он со властью это говорил а другой с местопрястом стрекозел хоть закричить его никто не слушает все отошел вперед двигайся Деяние 13 глава 9 и 12 стихи но сам он же и павел исполнившись духа святого и устремив на него взор сказал о исполненный всякого коварства и всякого злодейства сын дьявола враг всякой правды перестанешь ли ты совращать с прямых путей господних и ныне вот рука господня на тебя ты будешь слеп или увидишь солнце до времени и вдруг напал на него мрак и тьма и он обращаясь туда и сюда искал вожатого тогда проконсул увидев происшедшее уверовал дивясь учению господню толкование здесь вместе с рукоположением сала меняется и имя его переименован же он для того чтобы и с этой стороны быть не ниже апостолов а что касается преимущества какое имел корифей учеников христовых Петр так и Павел кажется пользовался таким же уважением и имел случай снискать даже большее расположение никакого рода лести не оставалось которого бы ты не имел верно сказал всякого коварства потому что волк был листец и лжец а сыном дьявола называет его потому что он делал дьявольское дело не с нами говорит воюешь и сражаешься но разращаешь пути господни правы и будешь слеп не видя солнца до времени тем же средством каким был обращен сам хотел и его обратить и так это было не наказание но врачевание потому что Павел почти что говорил не я творю это но рука Божия а выражение до времени очевидно было словом не наказывающего а обращающего потому что если бы оно было словом наказывающего то Павел сделал бы его слепым навсегда а здесь не то но до времени чтобы подействовать на проконсула так как дает этим знать что от самого волхва зависит получить снова зрение нужно изменить образ жизни на лучший искание вожака доказательство слепоты нужно было посредством такого именно наказания вразумлять того кто прежде был увлечен магией таким образом наказание как бы вразумляли и волхвов все толкование закончилось ну тут толкование более-менее такое хорошее понятно да вот именно что не для наказания а для вразумления для вразумления но Господь сказал я хочу чтобы все люди спаслись и в разум истины пришли да Бог не нуждается в смерти грешника но Христос сказал что что я пришел мне не нарушить а исполнить чтобы исполнить показать исполнение закона ведь люди не могли закон исполнить поэтому были грешниками а Господь пришел показать что можно его исполнять для этого то есть потенциально каждый может исполнить закон и спастись хоть никто этого конечно не показывал но однако здесь мы видим даже на волкве это действует законы такие что продолжим дальше или еще вопросы может быть у кого ну вот опять же вот к интонации охота обратить вот Игорь Тихонович уже об этом говорил что вот про шептунов здесь вот тоже я думаю что он не шепотом говорил что вот ты вот там сын дьявола враг всякая правда перестанешь ли ты совращать с путей прямых Господней как вот любят то любвисты нет он именно кто бы соблазнялся за кого бы я не воспламенялся вот как Игорь он прям его многие там не любят уши режут но он это пламенная речь у него воспламениться нужно а шептуныну вот всех надо любить всем надо прощать да кого прощать если он с путей Господних совращает он враг Божий его нужно остановить а как ты его шепотом остановишь ему надо крикнуть стой ослепить его я не знаю движись в драку говорит в благоу стучит если видишь брата там кого-то там в субботу едущего не на службу то есть пророк Иеремия еще говорит что я усиливался молчать но во мне в моих костях был как бы огонь разлит и я не мог и то есть он начинал обличать и священников обличал очень много и народ и иудейский обличал ну кто не читал пророка Иеремия обязательно возьмите книгу пророка Иеремия и прочтите там вот он говорит но если не со властью то пламенно речи своей пророк Иеремия и причем во всеуслышание при многих свидетелях не за углом для этого конечно голос нужно возвышать об этом и вторите написано в 13 главе что о делах Господних говорите громко о царских делах прилично умолчать ну потому что царь он человек а Господь не человек как мысли говорят мысли ваши как стоят как земля от неба говорит Господь ну что продолжим тогда 13-15 стих отплыв из Паафа Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию в Памфилии но Иоанн отделившись от них возвратился в Иерусалим они же проходя от Пергии прибыли в Антиохи в Писидийскую и войдя в синагогу в день субботний сели после чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им мужи братья если у вас есть слово наставления к народу говорите толкованием Иоанн нарицаемый марк сопутствовал им в евангельском шествии от Палестины до Пергии и Панфилийской потом когда апостолы ускорили свое шествие и с твердым непреклонным духом стали вооружаться на подвиги Марк как человек слабый и не решавшийся на такое путешествие и на такие подвиги опасности и борьбу какие представлялись в каждом городе отстав от апостолов возвратился в Палестину не отрицаясь Христа но оказываясь отказываясь от дальнейшего путешествия так как оно было трудно для него Павел и Варнава возвратились в Иерусалим с обильными плодами веры и благовествовали находившиеся в Иерусалиме церкви об обращении и покаянии язычников и когда все стали воздавать Павла и Варнаве хвалу за их полный успех о подвиге Марк опечалился смутился душою и быть может подумал если бы я был с апостолами то и я сделался бы участником в их славе и снова пожелал вступить вместе с апостолами на проповедь в синагоге они входили в одежде иудейской чтобы не встретить сопротивления и не быть выгнанными и достигали таким образом во всем своей цели выделены здесь слова в толковании благовествовали находившиеся в Иерусалиме церкви опять речь идет о благовестии Павла и Варнавы Игнатихович дает комментарии слова благовествовать и проповедовать это основные слова характеризующие деятельность апостола конечно же апостолы любое дело начинали с молитвы и заканчивали благодарственной молитвой но нигде ни одним словом новый завет не обмолвился о богослужениях апостолов или их учеников что они богослужения оставили в основу своей деятельности деяния апостолов наглядно и очень зримо показывают что даже встречаясь друг с другом апостолы и благовествовали и проповедовали ясно что каждая встреча приносила что-то новое радостное и неизвестное и главный разговор их был о том как души обращаются ко Христу читаем книги деяний 21 глава 20 стих они же выслушав прославили бога и сказали ему видишь брат сколько тысяч уверовавших иудеев и все они ревнители закона и в 15 главе 12 стихе той же книги деяний читаем тогда уголкла все собрание и слушала варнаву и павла рассказывавши какие знамения и чудеса сотворил бог через них среди язычников главным знамением и чудо было обращение через проповедь ко Христу что могут сегодня рассказать архиереи друг другу что могут рассказать священники съезжающиеся на исповедь или на епархиальное собрание их разговор о чем угодно но только не о проповеди и тем более не об обращении через проповедь не об успехе благовестия ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй говорим о том о чем нельзя простите простите комментарии ну раз нельзя тогда продолжим ну да заострять на этом внимание не будем чтобы люди не роптали что мы одно и то же каждый раз аминь говорим сказал Игнатих значит хватит все уже сказано написано идем дальше идем дальше идем дальше шестнадцатый двадцать четвертый стихи Павел встав и дав знак рукою сказал мужи израилитяне и боящиеся бога послушайте бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской и мышцу вознесенную вывел их из нее и около сорока лет времени питал их в пустыне и истребив семь народов в земле ханаанской разделил им в наследие земли и после сего около четырехсот пятидесяти лет давал им судей до пророка Самуио потом просили они царя и бог дал им Саула сына Кисова мужа из колена Вениаминова так прошло лет сорок отринув его поставил им царем Давида которым сказал свидетельствуя нашел я мужа по сердцу моему Давида сына Иссеева который исполнит все хотения моих из этого то потомство бог по обетованию возник Израилю спасителя Иисуса перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому толкованием опять самого же начала выделено жирным Павел проповедует здесь в первый раз и смотри с каким благоразумением те места где идет речь о Боге Слове обходит и останавливается на местах не упоминавших от семени Давида как сам он говорит когда пишет римлянам послание к римлянам 15 глава 20 стих при том я старался благовествовать не там где уже было известно имя Христово дабы не осозидать на чужом основании посмотри и Варнава уступает Павлу как и Иоанн уступает везде Петру хотя Варнава пользовался большим уважением но он поступал так имея в виду общую пользу напомнив о древних событиях указывает как и Стефан на бывшие тогда великие благодеяния Божии нужно заметить что слова этих книги царств находятся не в том виде как здесь там только пророчески сказано Самуилом Саулом читаем первая книга царств 13-14 но теперь не устоять царствованию твоему господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему господь быть вождем народа своего так как ты не исполнил того что было повелено тебе господом из этих слов Павел составил такое положение они сказаны были потому что у иудеев был обычай читать в субботу закон Моисеев и пророков и после чтения обращаться с речью к народу и объяснять прочитанное поэтому начальники синагоги и предлагают бывшим с Павлом говорить в синагоге имя Давида было особенно любимым иудеями именем поэтому говорится что воцаряется царь его царь от его племени перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому под явлением разумеет воплощение Иисуса Христа все толкование закончено пожалуйста мысли у кого какие есть если ничего нет выделенное место да опять выделено но Павел проповедует опять все что касается проповеди и обращения ну выделено да выделено опять обращаем внимание обратили внимание пошли дальше идем дальше идем дальше идем дальше 25 37 стихи при окончании же поприща своего Иоанн говорил за кого почитаете вы меня я не тот но вот идет за мною у которого я не достоин развязать обуви на ногах мужи братья дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами вам послано слово спасения сего ибо жители Иерусалима и начальники их не узнав его и осудив исполнили слова пророческие читаемые каждую суботу и не найдя в нем никакой вины достойной смерти просили Пилата убить его когда же исполнили все написанное о нем то сняв с древа положили его во гроб но Бог воскресил его из мертвых он в продолжение многих дней являлся тем которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим и которые ныне суть свидетели его перед народом и мы благовествуем вам что обетование данное отцам Бог исполнил нам детям их воскресив Иисуса как и во втором псалме написано ты сын мой я ныне родил тебя а что воскресил его из мертвых так он уже не обратиться в тление о сем сказал так я дам вам милости обещанные Давиду верно посему и в другом месте говорит не дашь святому твоему увидеть тление Давид свое время послужив изволению Божию почил и приложился к отцам своим и увидел тление а тот которого Бог воскресил не увидел тление толкование Иоанн не просто свидетельствует но отрицает от себя самую славу которую все приписывали ему не одно и то же отказываться от чести когда никто не оказывает ее и тогда когда ее предоставляют все указывает здесь на именитое происхождение иудеев некоторым образом извиняет их распяли говорит не зная кто он потому что злодеяние совершено следствие неведения говорит что смертная казнь была желательно им выводит на сцену Пилата чтобы с одной стороны сделать общеизвестным страдания с другой подвергнуть себя большему обвинению как предавших Христа мужу иноплеменному и спросили говорит позволение на убиение хотя Пилат как бы не желал этого да не смущает тебя то что что в Иисусе говорится что он воскрешен Богом потому что если Иисус есть не иной кто как воплотившееся слово а слову по свидетельству Писания Христос Божья сила и Божия премудрость есть сила отца которую он совершает все то следует разуметь что Иисус сам воскресил себя если говорится что он воскрешен отцом так говорится в том смысле что отцу как тому началу и такой причине которой вне времени приписывается все чем они никак не могли бы быть если бы не подкрепляла их сила Божия и так сказав выше что слово положено было в огробе Павел чтобы кто не подумал что он называл слово бесплотным снова называет его Иисусом и ни на один момент не допускает воплотившемся слове разделения по соединении двух естеств а отца сын рождается как признают признают это даже юридики безвременно тело Господа и Спасителя Христа называется нетленным и бессмертным потому что ясно что оно обладало свойством нетления со времени самого воплощения так как Христос был безгрешен тот кого воздвиг Бог не видел из тления но вместо гроба садил вместо нетления потому что восставший собственную силу Христос поистине воссиял как начальник нетления дабы и мы восстали из гробов и вышли в встретение ему когда в день ожидаемого воскресенья он придет во второй раз со славою на облаках да да будет так ну что желающие высказаться есть Раиса Николаева у нас удивляется Толя говорит там никого нету она же не видит тихо все сидят как мышки слушают сказать нечего может мысли какие то ну ну ты тогда скажи что нибудь как раньше дебаты были рассуждения а сейчас ничего нет ну а раньше раньше можно было говорить а сейчас нельзя об этом говорить все а что вас нельзя у нас у нас это все есть Игорь Третьяков говорит говорите о своих грехах ну вот что-то неохота о своих грехах говорить хочется о чужих поговорить но дело все в том что в деянии святых апостолов говорят о проповеди тут о грехах то как раз ничего и не говорится вот сказал говорите о своих грехах там что вы все время там лезете об этих о которых говорить нельзя ну а о ком тогда еще говорить то мы то кто мы простые люди мы на исповедь пойдем еще и неоднократно выйдет зайчик на исповедь потому что мы понимаем это у нас совесть обличает когда мы грехи делаем но тех о ком говорить нельзя их ничего не обличают но нам о них говорить нельзя они далеко все равно не услышат я так понимаю а не восемьдесят будет восемьсотых восемь тысяч какая разница услышали брат слава богу услышали тут такие гонения слышал на наш видеоканал жалобы сколько на этих жалоб то поступило семь я по тексту тогда скажу вот здесь об этом не толкует ничего но когда считаешь ядра он говорит сколько в мире сколько в мире птиц а господь избрал одну голубицу сколько в мире животных избрал овсу сколько деревьев избрал только виноградную лозу но остальные то тоже и береза божья то но вот избрал что интересно дело то не в винограде а что из винограда дальше то еще делается то и по подвалам как хранят и на каких торжествах поднимают эти бокалы я глубже говорю а вот дальше говорит сколько народов то вот представьте в одну линию стоит две тысячи восемьсот девяносто шесть и все разные национальности разные языки почти три тысячи и господь говорит избрал только одного а как он на себя отметился а вот то что мы считаем сегодня возникли так язычники нео язычники родноверы и вот они говорят находят там на бересте что то написанное это у русских было уже письменность ну была была еще при владимире но при владимире она была тысячу лет назад тысячу лет это много ну а что она там была написана то мы сразу голову поднимали ну вот не сохранилась то-то и удивительно но если бы сохранилась скажите вот это ваша письменность сегодня она сгодилась бы в швейцарии она сгодилась бы камщедалам японцам немцам американцам Австралийцам. Да что говорить-то, них, конечно, нет. А вот у Бога Избранного, Авраама, рождается внук, который будет петь песни. Ну, много песней-то в мире-то. Но одни, один песенник, диск выпустил такой он, называется «Апсалтырь». Самая считаемая в мире книга. Ее считают утром и вечером. Считают католики, считают немцы, австралийцы, американцы, негры. Все ее считают. Ну, почему? Ну, евреи такие плохие, там, захватили власть масоны, комитет трехсот. Ты хоть что говори, ну, это ты можешь признать? Они, говорят, во всех отношениях имеют преимущество. Она и паща в том, что им верено слово Божие. А у остальных-то на бересте-то не слово Божие-то. Вот нашли сейчас три тысячи глиняных табличек царства Хамураппи. Что там на них написано? Кто кому должен, должники? Как взыскать? Ничего нету. А эти слова до буковки вглядываются, тоже манускрипт синайский там. Люди учатся всю жизнь, чтобы понять, какой смысл за этим стоит там. И переводят, и говорят, Евангелие, Благая Весть. Это единственная книга, единственная, которая никогда не приедается, как хлеб, хлеб жизни. Вот профессор Марсенковский об этом говорит. Евгений Берсье был проповедник французский такой. Во времена Парижской коммуны люди имели недостаток в чем-то. Он говорит, ну вот, вас могут арестовать Робеспьер сегодня. И пожизненно, как Монте-Кристо, Град, ты будешь сидеть в тюрьме. С собой разрешается взять только одну книгу. Одну. Какую ты возьмешь? Ну, много же книг-то. У меня в камере сидел один, я ему задал, а он преподаватель второй группы космонавтов, Лозин Анатолий Максимович. Он говорит, я бы взял курс высшей математики какой-то. Сколько бы ты считал ее? А у самого память, огромная память. Ну, просчитал ее в течение месяца. Ну, 3-5 раз. Стал бы дальше считать? Не стал. Сто избранных партий, Алехина запомнил бы. Все. Там было около тысячи человек, как ответили Библию. Вот это и надо сказать. Вот с этой книгой и идет Саввл. Он проповедует. В народу он бросает не какую-то другую мудрость, а ту, которую сохранили евреи за 3600 лет до наших дней. Что Моисей говорил, как во гневе разбил, скрижали, его, может, упрекали, у какой-то припадочной. Скрижали-то Божьих нету. Потом-то он сам сидел долотом там, зубилом долбил-то. Он уничтожил-то оригинал. Вы подумайте в это, и нигде упрека за это нет. А сегодня ловит, какой интонации сказал, то другое. А какой интонации говорил он? Какой интонации говорил про колья, когда голову только летели, отрубали. Это не голубей резать в ночи? Да. Я сегодня под этим снимком, на который нападали на меня, что голуби зарезаны, выставил около 20 роликов, где режут скот, режут индейок, режут куриц, уток. И как работает этот механизм, умерщвляет, обрабатывает и оленей, там даже страусов ловят. Я все это выставил-то. Ну, чтобы увидели, это естественно, напоминание о смерти. Откуда мы это знаем? Из Библии. Помни день последний, то есть день смерти и вовек не согрешишь. И вот здесь мы это слышим. Ты с благоговением глянь на эти строки. Один, почти из трех тысяч человек, получил откровение. Откровение Божие. И через этот народ, Богоизбранный, Богом избранный, мы получаем то, что у нас называется Святой Библией, Евангелием. Это все время надо иметь в уме. Господи, дай мир Израилю. Мы должны все время помнить этот народ. Как бы, говорится, на руках молитвы его нести. Да там они там собрались, такие, Шульхана Рух, главная книга для них, Талмуд. Ты не отвечай на это. Ты говори, что Бог сказал. И вот вы считаете, если сейчас, откуда пришел Савл-то? А из какого колена? Вениаминова. А что это? У одного народа нет ни одного колена. А тут разделенные. Одно колено с другим не знается, как будто бы не хватит за другой народ. Хотя тот же самый народ. У него правила, у него законы. Но закон этот нужно было рассматривать только в том плане, как Господь открыл. Они этого не знали. Господь не сказал, что чужие, а сказал, я пришел к Дому Израилеву. К погибшим овцам Израилеву. Погибшие лежат. Пришел к своим, и свои его не принялись. Не приняли, они не узнали. Почему не узнали? Потому что учителя арестовали такой образ Мессии, который не совпадал ни по одному параметру. Он будет въезжать в Иерусалим на белом коне. И вдруг осел, мирное животное. Как он проиграл это все? И далее это. Ударят в одну щеку, башку снесу, за один зуб я тебе все выбью. А здесь наоборот. Даже не зуб за зуб, а подставь вторую щеку. Христос проиграл по всем пунктам. Но об этом он и говорил, чтобы надеялись на Бога. Когда начинаешь дальше это рассуждать, это такая бездна Божьей мудрости, в которую желают ангелы приникнуть. Они этого не знали. Что за наши грехи умрет Господь. Это не вмещается. Мне пишут хорошие мусульмане. Отзывы дают. Вышибка легко, сильно легко спасение получаете. Она грешила, то есть, что другой взял на себя жертву, а это каждый ягненок. А он у мусульман приносится баран. Но они не знают, что он и баран-то этот указывает на Христа. Вот когда во все вдумаешься, в какой бездне находимся мы, неведение и ведение. Бездна бездну призывает голосом ватабадов твоих. А что это? Бездна моего греха призывает бездну милосердия Божьей. Вот как истолканно было у Загименда. Есть о чем подумать. И когда считаете, здесь всегда останавливайтесь. Помните, это был еврей. Евреи, римская власть, самое главное. А кто про Пилата не знал, если бы его не записали в символе веры? У них аналог была, история писалась, творилась, Иосиф плавил. Какие были историки? Никто, иудейская война там описано. Кто его считает? Какая бабка? Абсалты все знают. Помилуй меня, Боже, по велиции, милости Твоей, по множеству и щедро Твоих. И старобрядцы считают, и католики, и григорияна, армяна, и баптисты, все читают, что значит Божье сохранение семени, семя божественное. А дальше уже рассуждают, это выходят. Павел сеял сетель. У православных-то не было этого. Вышел сеять и сеять, никто не знает. Кто сеял-то, когда семени-то не дали? Слово Божье-то не перевели, не дали. Острожская Библия, да она, может быть, сегодня не больше, как в пяти экземплярах, сохранилась-то. Ну, дальше начни говорить, ты увидишь, какую благодарность надо дать тем, которые сохранили, которые на русский язык перевели как павский. И поэтому молитва твоя будет звенящей на второй ступени благодарности. И за эти уроки, и за изобретения. Хороший, конечно, интернет, но мы без интернета проживем, а без Библии не проживем. Так, все, сейчас прошел. Это я вставку делал по теме. А теперь вопрос. А я пока скажу, что нападки какие. Есть имя такое, там, священника, нигде его не произносите вслух. Он сейчас за все цепляется. Вчера нам вышибли девять роликов. Он. С жалобой. Конечно, я буду оспаривать, начал все. Не надо. Я посмотрел, какая посещаемость, мы с ним беседовали. Какие прекрасные беседы. Я их выставил, сняли мы их, и я их перевел на Мейл.ру. Сейчас он под Мейл.ру, видимо, подкапывается. Сегодня видно, кто-то уже пытался узнать, ну, логин-то поставили, а дальше не знают как. И меня вызывают на это, чтобы я вышел, и, ну, вроде бы, так мне объяснили. То есть пытаются взлом сделать. Потому что все ролики здесь восемь. Вы зайдите на Мой мир. Они у меня в первую очередь стоят. Один и тот же человек. Распространяйте их по всему миру. Эти ролики. Они за ними сейчас гоняются. Он их разбудил. Разбудил ролик. Я посмотрел восемь роликов больше года назад, и даже до тысячи ни один посещений не дотянул. А сегодня заинтересуются это наши беседы с ним. Такие хорошие беседы. Такие прекрасные темы. Снимите, скопируйте, и где только можете, во всех везде серверах, везде распространяйте. Восемь наших встреч. Там обо всем буквально. И об еврейском народе, об ископате, о священниках. И он сейчас, видимо, ему дают должность где-то какую-то. Так сказали. Ну и жена все время ему там тогда еще говорила. И так понятно-то. Да тебя за Игнать, это с работы выгонят. Больная жена, больные ребятишки. Что с тобой будет дальше-то? И он сейчас, говорится, мечет икру. В кавычках. Вот такое дело. То есть любыми путями пакости сделать. А мы только молимся. Молитесь. Он сделал большую милость, разбудил эти ролики. Мы все их перекачали. Они уже перекачаны не в одном месте. Уже. Уже. Он разбудил этого медведя, как русскую нацию. Когда Перл-Харбор был японцами сотворен, там автор говорит, разбудили Америку. А теперь уже и будет поражение того, чтобы Бог его обратил. Потому что такой настырности преследовать, выискивать, это не свойственно человеческой природе. Притом ничего нет. Беседы хорошие. Он сейчас защистку делает, чтобы никто его не завинил. Что вот ты знал со Слабкиным, ты осквернился, надо очиститься, иначе там не получишь чего-то. Видимо, так и есть. Жена давит, ну так уже подсчитали примерно, кто его знает. Нигде его имя не произносить. Ни под каким видом. Иначе он будет цепляться за эти ролики и глушить их. Это серьгианцы в чистом виде. Везде жаловаться. Жаловаться в Ютуб, жаловаться в Мэлру, жаловаться советским властям. Предательство митрополита Сергия. Это серьгианцы. Его живые осколки. Жестокие, беспощадные, совершенно неверующие люди. Буквально в злобе, а сатанелые. А ты молись за него. Они не писания не знают, ничего нету. Но им надо заглушить. А ты работай. Работай для Бога. И ты увидишь, как свет воссияет, как этот Митя Карамазов говорил. Да воссияет им свет. Вот. Сейчас прошел. Какие вопросы? Спрашиваю людей. Люди, какие у вас вопросы? Народ Божий. Народ Божий. Вопрос. Вопрос. Ой, мамочка, здорово были. Здравствуйте. Слава Христу. Ну, давайте. Вот в Писании много сказано, а святые отцы как можно объяснять? Или вы объясните? Почему Господь давал своим ученикам двойные имена? Ну, вот Симон, Петр, Савел, Павел, еще там есть. А почему нам не дают имена двойные? Вот не дают. А Господь давал? Вот не дают. Ребенок никак себя не проявляется. Родилась девочка, родители черный волос имеют. А мы ее Светланы назовем. Ну, слово Светлана-то, наверное, о чем-то говорит. Она-то светлая. Родился ребенок светлый. Вот Самуил. У евреев-то как называли? Ему имя не надо было переименовывать, потому что оно было припечатано к нему. Мать выпросила у Бога. И когда он родился, она назвала его выпрошенный у Бога. Сам О-Ил. Ил, Бог. Выпрошенный у Бога. У нас-то ничего они не означают. Вот ты родилась, тебя назвали Валентина. Валентина означает сильная. А какая ты сильная-то? Сама себя едва таскаешь. Надо назвать-то как? Девочка родилась со светлыми волосами. Ее Меланей назвали. А Меланя означает черная. Девочка такая радостная, веселая. Такая веселая. К бабушке везет. А ее Варварой назвали. А Варвара означает грубая. Грубая. То есть не соответствует. А теперь, ну ее назвали Наимень. Наимень означает красивая. Наема. Город Наема был. Вот. Назвали Наименью. Но когда она возвратилась, ее встретил город с полей Моавицки, где мужа похоронила и двух сыновей. Какое горе у ней было. С одной руфью пришла. Ее говорит, Наимень пришла. Она говорит, не называйте меня Наименью, назовите Марою. Мара. Я Мара. То есть горькая. Горькие травы ела. Вот это Мара и ел. Израиль. С сагнцем испеченным на огне. Имя должно соответствовать. А когда человек растет, это прозываемый таким-то, прозываемый таким-то. Почему? Потому что его звали Кифа. Ну ты посмотри, что означает Кифа. А Петр означает камень. Бог увидел его твердость веры и переименовывает. Почему Сау в Павла-то? Его рисуют высоким. Считают, он малый был. Он так о себе и говорил. Я малый рост. Малый? Павел? Какой-то малый? Павел. Малый. Вот. Вот допустим Михаил. Михаил. Ну еще у нас Мишка. Миханя там как угодно назовут. Мишутка. Он ничего не знает. Даже перевода не знает. Еврей знал. Никто как Бог. Три слова. То есть равного Богу нет. Аллах Акбар. Вот что означает. Михаил это Аллах Акбар. По-нашему сказать Иисус Акбар. То есть нет равного никого. И когда человек вырастает, а он этому не соответствует, тебе говорят имя-то надо было вот такое дать. А Господь-то это и знал. Много жертвы. Типа назвали там Варнава. Вот говорим Варава. А Варава означает то, что мы взываем Авваочи и Варава. Это одно и то же сирское слово. Вар отец, Авва отец. Отец отцов. А он не соответствовал. Он никто был. Бандит. Его этим именем нельзя было называть. Видите как? Наречешь имя Иисус. Вот мы считаем Ветхозаветное родословное. Нигде Иисуса не было. Почему? А не было спасителя. Иисус означает спаситель с еврейского. И вот единственный, кто соответствует этой имени и был. Рожденный Девой Марией. Сущий над всем Бог. И она истинная Богородица. Вот как нужно рассматривать все. Меня вот назвали как? Мое имя, оно соответствует. Почему? Потому что по календарю назвали. Я родился 28 мая по старому, 10 июня по новому. Игнатий. Это редкое такое имя, которое имеет перевод с двух языков. С греческого означает неизвестный, неведомый. И меня не знают, не поймешь. Когда же Андрей Кураев говорит, что-то старое бреческое с баптизмом. Это понимаете? Это вот так вот перемешано, это такой состав взрывной. То есть они не знают. То есть я строго за устав, это старообрядцы, так понимают. Говорю, Библию надо изучать. Это баптизм. Их-то понять можно. Но у меня и другое есть. Имя-то с латинского означает огненный, серопим. У меня соответствует и то, и другое. И я эти... Не старался оправдывать имена, они естественно так выходят. А ты себе скажи, а то скажут, он говорит о себе, но я, к примеру, и говорю. Не надо умирать от этого. У тебя имя, и ты разбери его. Что оно означает? И старайся ему соответствовать. Вот Илья. Илюшка ничего не значит. А Ил означает Бог. Бог моя крепость. У евреев смысл был в именах. Почему? Чтобы все время говорить, Бог моя крепость. А у киргизов у них так, два сына умерли. А ему советуют, шайтан взял детей. Ты назови так, чтобы шайтану было неприятно. Он придет забирать. Ну как назвать? Собакой? Да нет, собака это хорошее. А ты назовешь собачий кал. И он его назвал собачий кал. И он вырос, его все зовут собачий кал. Ну имя-то может быть в паспорте другое. Он пришел, шайтан-то понюхал, фыркнул, говорит, и ушел. Ну у них такой обычай. Ну у нас-то не бычий не должен быть обычай-то, а божий. Вот надо называть по календарю. Притом называть, не самому выбирать. Бывает там имен десять. А чтобы священник тот крестит. У меня было на мой день Евтихий. Вот я с ним и встретился в один день. Наш епископ. Это тоже как знак какой-то был. Что в моей жизни будет епископ. Куда ты похожа на это? Вот так. Вопрос я вам отвечаю. Ага, понятно. Игнатий Тихонович, а вообще у меня перевод моего имени жизнерадостное. Я считаю, что мне подходит. Ну раз. Сильное. Ты сильное переводишься. У меня знакомая одна мусульманка. Жизнерадостное вот так. У меня мусульманка знакомая, Самира. Ну я любитель, сразу раз спрашиваю, а что означает? Она говорит, собеседница. Ну я говорю, во сне, отец мой. Она отец мой, учитель меня зовет все время. Я увидела во сне, что меня звать Валентиной. Я, значит, должна быть сильная. Я говорю, ты к нам приедешь и покрестишься. И будешь Валентиной. Приглашайте ее. Уже это. Вот у меня такой вопрос. Первое послание Коринфянам, 7 глава, 12-13 стих. Впрочем же я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его. Вот был мусульманин, стал братом. Алло, четыре жены. Написано, не должен их оставлять. Но надо же с одной теперь жить. Как это ему быть? А где все согласны с ним жить? Они его любят. Ну что, что любят-то? Любят это хорошо. Пускай любят, он должен о них заботиться, но дома оставить одну или не одной. Я стал христианин. Как правило, выбирает молодую. Ну и тут понятно, что дальше уже начал разбираться. Молодая, это первая, это любовь. Там по старости, он уже засосарился-то. Там просто вспыхнуло, и спичка-то прогорела. А тут он уже более сознательный, это более крепкая любовь. И как правило, они оставляют, а тех отпускают. И все. Это вот как князь Владимир оставил, у него там много было жен, да? Это наложницы были, не жены. Наложницы, да? Наложницы. Даже не жены. У Соломона написано, сколько было жен, сколько наложниц. То есть различие делают. Но он же и жен тоже тогда оставил. Так, ну ты знаешь, какую главу-то. Это тебя как проходной пал. Да, да. Да так все. Раз никто ничего не задает. Я вот заметил, у женщины психика какая. Вот она хотела выйти замуж. А что-то разладилось. Она не знает, чем отомстить. Такое у нас было. Я даже мог бы имена называть. Посватался старообрядистый за нашу одну молодую сестру. Ну, батюшка благословил идею. А он что-то там заортачился, не знаю. Не знаю, что-то там было между ними. Мне сестра рассказывала. Когда-то он что-то неодобрительно был-то. А она с характером. Ну и пыркнула. А дальше-то никого нету. И она вышла совершенно за неверующего. Сама полностью обмерщилась. И все. Я гляжу снимок. Даже никогда бы не подумал, что это наша сестра такая. И вот бывает, это не один раз уже встречался. Что-то не разладилось. Может быть, одумался уже. Или какие-то препятствия, допустим. Венчанная жена живая там где-то. Но она уже настроилась. Подругам сказала, я там замуж выхожу. В такой-то общине. Ну, допустим, в Санкт-Петербурге. В некоем царстве. В некотором государстве-то. Ну, и разладилась. Она тогда, я из общины тогда уйду. То есть она уже начинает давить его. Не так, так, так. А я вот погибну. Ты виноват будешь, что на мне не женишься. Она не говорит, что на мне не женишься. Ну, тут понятно из-за чего. Поэтому, конечно, повод дан был. И надо молиться, чтобы как-то уладилось. Никак отойти. И будете иметь скорби по плоти. Вот ты и скорби теперь. Михаил, он в руку поднимал. Да, Михаил. Михаил, что-то хотел сказать. Говори, Миша. Я хотел спросить. Вот патриарх Кирилл много говорит о нравственности. Но эту нравственность он никак не привязывает к Евангелию. Он говорит с неверующими. И говорит, ну, все понимают, что воровать это нельзя. Воровать плохо и так далее. А я вот у меня вопрос. Нравственность христианина, Игнат Тихонович, поясните, какая должна быть? Понимаете, вот разговор какой. Почему, говорит, эфиоплянин не может переменить кожу? Пророк Риме говорит, это барс пятна. Ну, он может взять и звездки, побелить себя, но он остался и пиоплянином. Надобно родиться свыше. И тогда все, что ему наказывают, вот это делать, оно входит в него. Это другой человек. Я не мог бросить курить. В один день, говорит, бросил курить, пить там. Это уже самые такие видимые грубые грехи. Но бывают другие. То у него было, то пересчисляют. И как? Я не знаю как. Ну, понимаете, трудно отставать от матерков. И вот этот у меня в доме обратился, он Яковлев Геннадий, потом стал ермонахом Григорием, которого Кришнаид голову отрезал, да бросил на престол-то. Вот. Он говорит, я стою в магазине, встречается товарищ. А он только что обратился. Я, говорит, верующий стал. Ну и что? Ну, я теперь другой. Какой другой-то? Он знает, я матершинник такой был-то. А он говорит, а как насчет матерков-то у тебя, Гена? Матерков? Я так подумал, да в самом деле, ты как, и ни разу больше не матерился. Он не натужился ни разу и попадал в переплеты, когда можно было заматериться, он ни разу даже не подумал. Я, говорит, забыл все. Человек только что кончил исторический факультет, такой грамотный-грамотный. Был комсомольским работником республиканского масштаба в Украине. Это все меняется сразу. Все. Это такой жмот был, жлоб, говорит. А тут все к ногам апостолов принес и положил. Да ты же копейки, говорит, снега зимой не выпросишь. Я, говорит, сам не знаю, что со мной сделалось. И вот это нравственность. Говорить об этой нравственности, ну, людям это приятно. Ну, никто не скажет, а я против нравственности. Ну, ничего нет. Ни от одной проповеди никто нравственнее не будет, если мы будем говорить. Потому что новое вино в старые мехи не вливается. Не может человек вместить эти заповеди. Ну, допустим, ему скажи, надо молиться семь раз в день. Как он будет молиться-то, когда он в храм-то один раз придет? Вот я сегодня нашел одного человека, мы к нему ездили. Я могу даже назвать его Адыгея. Бобриков отец Игорь. Вы зарядите Бобриков Игорь. Там артист был, молодой умер, а второй это он. Протоиерей. Он является как духовником, там, воинская часть десантная. Ему 73 года, 76 лет, наверное, как мне. И он все время летит с парашютистами и там прыгает все еще, наверное, по сегодняшний день. У него, я сейчас могу ошибиться, Вите надо позвонить, но больше, чуть ли не 3000 прыжков. И вот он, как он говорит, вот как они приходят, строим, как заходят, как стоят. Это он все говорит. Это в интернете написано, я сегодня просчитал только. А я-то его много записал, много. Везде записывали, записывали, ходили. И вот он этим солдатом стоят, они, говорит, притихли. Ну, как командиры стоят рядом-то, что он будет? Ему в этот день льгота будет какая-то, дополнительный компот, пирожки. Я знаю в армии как. И вот, о, я им начинаю рассказывать об устройстве храма. Что вот эта ниша означает там, что купол. И он говорит дальше все. И они тут исповедуются и причащаются. Исповедоваться они не могут. И причащаться достойно не могут. Они неверующие. И он этого не видит. Он этого не видит. Ну, как же они стояли. Я спрашивал, кто не причастился. Ну, солдаты. Ну, ты знаешь, о чем они говорят. Только о бабах, о выпивке. У них ничего больше нет на уме-то. Где вы видели, чтобы солдат и молился-то? Вот баптиста брали, он в армии молится. Его подушками забросали, обуви. В конце концов, пошел оттуда. Уже два человека с ним пошли. Этого ничего нету. И теперь они выйдут. И теперь около храма там подъем флага российского будет. Потом строим, они уходят. Ну, по своим уже там, что разнаряжено делать. А после всех я проспору даю командиру счастья и другим. Они уже знают. И притихли, стоят, ждут. Он говорит. Ну, что здесь есть из евангельского? О Христе вообще речи нету. Когда я говорю, что создана новая религия, не имеющая обоснования в Евангелии, вот я показываю конкретно, вот он. Очень активный. Он на ровном месте построил дом, наверное, трехэтажный. Такой он у него здоровый дом. Там, ну, один этаж, такие, потолок там. И он там рапс. Чего только он не сеет. Какое масло делает из этого рапса. Продает. Какая техника. Все это заснято у нас в роликах. Но это совсем другое. Да, он такой родился. Он инженер. Инженер. Но если бы по Христу-то говорить-то, ничего же там нет этого-то. Он верующий. Он хороший батюшка. Не пьяница. Ничего. Но даже под пыткой я не могу сказать, что он разъем свыше. Не могу. Мы расстаемся. Последние минуты. И видно на машине. У нас съемка идет. Он едет в одну сторону. Выехали мы на трассу. И он говорит. Но если найдете спонсоров, то помогите нам. Нам нужно еще четыре парашюта. Каждый парашют это примерно 300 тысяч рублей. Это наказ его последний. Какие у него там машины. Как он детей учит автоделу. Ну, замечательный батюшка. Но какое-то отношение имеет к тому, что делал Павел. Он бы с Павелом-то... Ну, что бы делал-то? Вот такого в Потеряевку. Вот он бы поднял ее за полгода. Но здесь другое. Как о нравственности говорить, когда человек мертвый-то? Он не может быть нравственным. Нравственным он не должен льнуть к голенищу Сталина. Он должен понимать, что... Бог не призвал нас угождать мирской власти. Мы не видим, чтобы Павел ходил на встречи, юбилейные какие-то... Ну, победу праздновал и Рим. И чтобы он сидел рядом с Пилатом, там, сиродом им. Это немыслимо. Вот об этом надо думать. Ответ вам. Игнатий Тихонович, я добавить хотел. Апостол Павел-то на встречи ходил, только в узах он был. Апостол Павел на встречи ходил же. Только в узах был, в узах. Скованный был. А на встречи-то он ходил. Апостол Павел ходил на встречи, но только скованный был. Ну, да, он ходил... Ну, правильно, это не... Он и говорит, чтобы вы стали как я, кроме этих уз, этих детей. Потому что они не способны были это понять. И помните, он еще говорит, хотел с него, думал, денег иметь, и поэтому часто его призывал. Опоздал, скажи. Да. Момент покаяния прошел. Он, говорит, пришел в страх. Послушайте, я в другой раз. Это уже все. Другого не будет. Надо ловить тот момент, который есть. Я думаю, люди, которые у нас были, вот это... С одним, которым я рассказываю, беседы были, вот ролики, которые... Растащите их, быстро скачайте их, и везде людям советуйте. Они как уроки такие, там 9-8 роликов где-то. Ну и что? Ну ничего, он все потерял. Он даже еще не понимает. Потерял все, что было. Почему, когда эпихтет там допрашивает, где кто он там был, и говорит, ты был как благоуханный сад, а сделался как гнилое болото. Вот такая штука. Верующий никого не может преследовать, даже тебе не угодили. Ну и что? Да будешь ты благословен у Бога. Михаил опять поднимает руку. Давай. Да, я это пример с отцом Сергием. Когда я с вами познакомился, и первый ролик о вашем благовестии мне попал. Когда вы много машин ездили там на благовестии, вы там все собирались. И я ему показал этот ролик отцу Сергию. Он заплакал. Да. Заплакал. И говорит, давай Нине позвоним. Звонит Нине и говорит, Нина, Нина, я такого человека нашел. Он за православие. А потом все переменилось. Ну вот это, и он принял схему, живет ему 90 с лишним лет, да? 92-й год идет. Вот он, ветеран Отечественной войны и прочее. Ну потому что всю жизнь он обманывал людей, не хрестил, не проповедовал. Один из обманутых это ты. Так? Да. И еще, Игнат Тихонович, когда он это плакал и радовался, это был другой, один человек. А потом, понимаете, у него появилось сомнение. И ему натурально явился дьявол. Черный человек в дверях стоял. И понимаете, у него как бы все переменилось. Он стал все отрицать. Ну что сделать? Опять же, прошлая жизнь тяготеет. А если я не раскаялся бы, Господь принял. А теперь еще только жди кончины. Это надо плакать. Я вот все думаю о последних событиях, сейчас вот что идет и в Сирии вплотную. Я бы вас призвал к одному делу еще всех. Рамзана Кадырова, помнить в молитвах, на него покушение столько готовится. И вот к тем, которые хотели убить, он с ними беседует. И надписи, что он им говорит. Что он дал для Чечни, за что вы меня хотите убить. Ну, просто зарядите. Боевики. Как ролик называется? Видел, да? Ролики, я не знаю как. Я Сердце Кадырова посмотрел, а этот, как название-то? Скажите нам. Который первый говорил, это называется Сердце Рамзана Кадырова. Сердце. А здесь именно беседует с готовившими убийство. Там можно зарядить. И он с ними беседует. Их уже арестовали, они стоят. И он говорит, ну какую власть я над вами имею, я могу. А тут же стоят отец, мать у каждого. И он говорит, какой ты парень. А тебя ждали. Какую надежду возлагал родитель. Отец плащет, стоит. И куда ты пошел? И отец стоит, его ругает. А они там где-то в котельной собирались. Ну их выловили. Мы это видели, когда проезжали в Дагестане. Это знают только Виктор и Николай Кручина. Мы доехали, ну заправочная станция. Ну а в стороне тут какие-то гаражи, там мойка, еще что-то. Ну мы так маленько сдвинулись. Пустырь. И какие-то там железяки стоят. Ну уже темнять начинается. Я скорее собаку привязал. Мы тут за Стархан палатку-то раскинули свою военную. И давай обедать. Повернул голову-то направо-то. А мужчина подошел один на собаку с ружьем. Я как кинулся его закрыть-то этого. Урагана-то. Видишь, какая беда была бы. И потом мы никуда не тронулись. Ночь. И они здоровые, крепкие ребята. Всю ночь колготились. А то приезжают, то уезжают. А одна молодежь, ну молодежь там до 30 лет, может быть больше. Видно, что-то договариваются, уезжают. Веселые друг друга обнимают. У них жизнь идет. Они боевики. У них жизнь идет даже в неправильном направлении. У нас-то ничего этого нету. Пришел, отстоял, а дальше дома кряхтит, да пьет, да курит, да блудит. Срам один. Наса изжившая себя. И еще лучше вот и не предвидится нереально просто русскому народу не встать. Вот Смирнов говорит, чтобы реальный человек стал русский, нужно, чтобы каждая женщина рожала не меньше 8 детей. Меньше. Она может быть 9, 10, но не меньше. Ну может ли это быть? Ну понятно, что не то. А у них 8,1 ребенка в среднем на каждую семью. Посмотри в Сирии-то, когда убивают там туча ребятишек-то. А у русских было точно так же. Менделеев был с 17-м ребенком в семье. Все идет не так. И народ изжил себя. И поэтому надо благодарить Бога, что мы еще есть. Господь не сказал об этом щедороде, а духовно, чтобы шли проповедовали, новые души рождались. А у нас даже свои православные друг друга гвоздят, гоняются. Ну, что ждать-то? Игнать Игнатьевич, но и вот то, что много детей, это тоже не выход из положения, потому что главное рождение свыше. Господь сам говорит, не говорите о количестве, а говорите о том, верен Богу или не верен Богу. А там 18 детей, 180 детей, ну и что, все пошли на Первую мировую. И радостные такие. Правильно, все сказал правильно. Речь-то идет о том, что территория-то не заселенная. Она будет заселена другими, она не может быть пустая. Это об этом решила. Обращать-то некому. Приехали туда, а там не русские. Мы едем по России, целые районы, областя, республики не русские, не русские. В Чечне осталось, кажется, 1,2% что ли, русских-то. А было чуть не 70%. И кто убежал, кто погиб, кто... Вы с вами уже об этом говорили, вы про эти территории. Вы на север-то съездите хоть раз к этим территориям, да посмотрите. Зачем ваших потеряевских родственников и знакомых гнали в Нарым? Если бы там хорошие территории-то были, что бы они там не выжили? Да там нет, нет. Ну вот, допустим, взять Красноярск, тут мама приехала. У них своего хлеба нету, с Алтая везут. У них там все кормовое. Дальше, я вот был на Колыме, в Якутии был. Там вообще ничего нету. Все мороженая, земля одна. Куда вы там призываете китайцев, не знаю. Они приедут, а потом с вас спросят, скажут. Ну что вы нас туда затолкнули, а тут и копать-то, копаешь один узел. Все об этом, Сережа. Заканчивай. Время кончилось. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Попалитесь, Игнает Тихонович. Сейчас споем, помолите. Ладно. Достойная сякова истину, Блажите Тя Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувин, И славнейшую без сравнения сиропи, Без искрения Бога Слово Родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Господи, слава Тебе за живое слово Твое, которое Ты оставил нам. Воздай милости всем, кто перевел его на русский язык. Благодарю Тебя за этот день, за врагов, за творящих пакости. Не воздай им тем же, А их злые замысла раздрушив, ничто преврати. Укрепи веру православную. Пошли духовное рождение патриарху, Епископам, священникам и пастве. Сохрани наших правителей от покушения на них. Господи Боже наш, Даруй мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, И где идут войны. Милости Твои не отнимай от народа Твоего, Господи. Дай нам духовный рост. Посети болящих, обездоленных, покинутых, плененных, терзаемых, И прими их в обители Твои вечные. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спаси Христос. Все, спаси Христос. Отключай нас. Спаси Христос. С Богом всем. С Богом всем. С Богом всем.